Все здороваются, всем привет. Какой напилитель нужен для дюка? Давайте вначале так. Что такое дюк вначале? Это гибрид вишни-черешни. Причем он обязательно находится в таком подвешенном состоянии. Почему? Есть дюки естественные, вишни-черешни. Родственники опылились. И получился дюк. Обычно это вишня, но это как это, разрекламировали, помню, Валерий Чкалов. Дюк дюком назвали черешни. На самом-то деле, когда я вырастил, оказалась вишня. Ну, крупная, вкусная. И получается так. Угадать, кто раздюк это вишня и вишня и черешня, кто лучше опылить, невозможно. Значит, что получается? Метод тыка. И побольше. И это самое. Помните, как это говорил? Один пёс-барбос другому. Тебе что побольше? Кадлет или сосисок? Того побольше, того побольше. Так и здесь. Садите рядом несколько вишни, несколько черешни, иначе вам урожай не видать. Здесь нет такого, что вот дюк. Дюк понятие широченное. Какие только сорта не участвовали в его создании. Как можно конкретный опылитель подобрать? Только метод тыка. Невозможно. Никто, никогда вам не скажет. Вот этот сорт, вот, посадите рядом и будет. Потому что дюк, здесь всё разнообразие. Так, уважаемые лекторы, я сснение, что привык нельзя делать в сырую погоду. Перед дождём, после в снег, с дождём ничего не получится. А вы как думаете? Ведь один ключ Валерия Костиновича к успешным привыкам, это смачивать срезы водой. Можно ли также поступать под привыкли почкой? Так, я привыкли почкой не делаю, поэтому сразу отказываюсь отвечать на этот вопрос. Мы тут с Еленой Александровной вдвоём первые в жизни, не, я второй раз в жизни привал почкой. Душа не лежала, просто не могли просто взять и выбросить черешни и абрикосовые ветки с листьями, которые она привезла с Миссюринска. Так, вот, теперь насчёт, то есть получается, что на этот вопрос не отвечу, очень маленькая практика. Вот, но я никогда этого не делаю. Вопрос по-другому тогда ставлю. А стал бы я, если бы всё-таки я прививал почкой, стал бы я смачивать срезу? Да, конечно, стал бы. Так, теперь, есть мнение, что привыкли нельзя делать в сырую погоду перед дождём. Значит, ну и она всегда бывает сырая. Так, и вы сами прекрасно придумали, что раз железу смачиваю срезой водой. Бывает и слюнями, то есть облизываю, когда лень за водой сходить. Ну, бывает. Так, значит, я разницы не замечал. Вот возьмём сухую погоду. Чем она лучше в сырой погоде? Лишь бы не дождь. Вот так скажу точно. Качательный ответ. Лишь бы не дождь. Расчёт череши. Думаю, что вода близкая. Поэтому подскажите, нет ли сорта вишни для данной почвы. А, ну, вишни в целом, есть вишня, это та же, как яблони, и та же, как сливы. Если семечка, у неё будет нормальный корень. Он не пойдёт там, вот, на 10 метров, как груша или абрикос. Но 2-3 метра будет. Вот. Как получалось, я всегда стараюсь как-то подробнее. Вот косточка, семечка. Так, в природе. Упала, получился сенец. На 2-3 метра вниз ушёл, и вдруг поднялась вода. Так бывает. Я вот забыл это. Кстати, одна фотография, Александр, чтобы ты привезла, бесценная. Там срез грунтовыми водами. Я такой фотографий всю жизнь мечтал. Всю жизнь мечтал. Но это потом, сейчас его я не найду. Так вот. Получается, корень уперся, и начал вымокать. Рано или поздно вот этот саженец, вишня ли это, допустим, черешня ли это, должна бы погибнуть. А так как это повторялось миллионы, миллиарды раз, что произошло изменение генетики самого дерева. Смотришь, оно погибать собирается. А метр в двух росточек от корня. А он является ногой. Он пошёл к боку. Он пошёл искать место, где вот тут вот, почему тут ценные фотографии, там видно будет. Вот тут вот раз уперся, а он на 2 метра раз вылез, росток. А через 2 метра, там уже 3 метра до воды. Ага, нащупал. Он дальше шагнул через 2 метра. А там 4 метра до воды. И вот он нормально развивается. Там он дал плоды, дал новое поколение. Он нашёл себе другое место. И вот эту способность мы используем по-хитрому. И так я бы сказал, по-варовски. Но нет подходящих фотографий. Они есть, только их надо специально. Итак, растёт вишня. Вокруг, что мы с вами летом делали, вспоминайте. Отрезали корни от материнского растения. То есть делали отдельное растение, чтобы у него развивались собственные корни. То есть мы сотворили, в общем-то, по отношению к дереву, вороса дикая. Нам нужны были вишни на подвой. Пока она пуповидно не отрезана, это часть дерева. И хотя и один год или два, на самом-то деле, ему те же 30 лет, допустим, как материнского дерева. И кормится она, и корни плохие. А в этом-то и заключается секрет, что в дальнейшем что? Взяли отводок, а он уже не растёт, как сени с такой высоты. У него другое предназначение, выжить. И мы это используем. Значит, посадили мы там, где 2 метра до воды. Смотришь, растёт. То есть отводок яблони. Мы же берём отводки из сибирки, вот, используем, да? Вот, отводок сливы. Китайские сливы размножаются, как тараканы. Так же лезут. Вот это я хотел сказать. Так, и, наконец, подскажите эти сорты вишни для данной почвы. Речь в данном случае идёт не о сорте вишни, а вот. А речь идёт о том, что вид вишни степные. Это как полоскустальники, правильно? С, эти самые, вишни песчаные, войлочные. Уже хорошо, раз вода близко. Черешню на них привить, а ведь пианист-то привил. Кушает черешню. Вы ели черешню? Ели. Вот ещё вариант. Вот, и, наконец, всё-таки, неважно, какой сорт вишни, отводки, 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 а у них нет центрального корня. Всё. Вот я ответил на вопрос. Ну, конечно, если бы лучше подготовился, тут было бы десяток фотографий. Планов много. Это надо больше. Ага, вот последнее письмо. У меня есть идея комбинированных привёк. Соседи хотят вырубить у себя... Ой, как я люблю, когда люди думают. Соседи хотят вырубить у себя огромные деревья, вишни и абрикосы. Загубили дебильными агроприёмами. Вот моё слово. Так приятно. Загубили дебильными агроприёмами. Обрезка на кольцо зимой платили проходящему суду. Лечение, комедичение. Комедичение – это не болезнь. Это не болезнь. Спецпастами. Господи. Поэтому мне нужно срочно взять у них черенки и перепривить на свои саженцы. Есть шанс только сейчас, в конце августа и начале сентября. Буду привать почками. Ну, как раз уж так. Есть же поговорка. Занимением гербовой бумаги пишем на туалетной. Так и тут. Буду привать почками. Много ранней весной. Если приживутся, не буду делать... Не буду привать почками. Много. Много. Ранней весной, если приживётся. Не буду делать на подвоях страшно рану на кольцо. Ага. А сделаю на тот же подвой. А сделаю на тот же подвой выше почек улучшенной каплировки. Слушай, ну, это самое. Значит, я ещё ладно. А мне всё. Я увольняюсь. Пишу заявление. Всё. Замена готова. А сделаю на тот же подвой выше привитых улучшенной каплировкой. Наполитный привив второй сорт. Так, надеюсь, выявить время. Сэкономить по двое. Испытать два сорта. И получить сразу два дерева. На одном сажется. Сливы и абрикос на одном. Два раза сорта чертежки на другом. Привив максимум два сорта. Я так понимаю, три сорта на одном дереве снижает его шансы. Правильно, снижает. Если кулировка или каплировка не приживутся, дерево выбросит на веточки, которые можно будет привить на следующий год. Ну, всё. Увольняюсь. Увольняюсь. Ой. Так, ну что. Тессингер – это её псевдоним. А как же вас на самом-то деле? Зовут-то. А взял, нажал. Чисто механически. Татьяна, наверное. Нет, страна должна знать свой герой. Давайте найдём, как её на самом деле зовут. Точно. Подписчики. Нажмите. Вот нажмите. Показать подробную информацию выше. Где? Вот. Вот. Теперь ниже. Теперь куда? Давай сама. Так. Скрыть образование. Ну, надо посмотреть. Поискать. Ну, чё она нам показала, то она нам показала. Да-да. Всё-таки хорошо бы знать, как зовут. Я вроде бы знал, но разве запомнишь. Итальянский знает. Английский. Нет, но она ещё и садовод. У нас же как? Металлург – садовод. Учитель – садовод. Строитель – садовод. Вот. Так. Елена Александровна, ты у нас. Испуссовет. Садовод. Ну, вот, пожалуйста, человек изобрёл новый способ. Я, на взрослых деревья я так делаю, но насаживаться их никогда. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Так. Ну, чё, берём её к себе? Берём. Ну, что, друзья, на этом мы заканчиваем разговор. Вот. Потому что больше нет писем. Так же, Антон Валерьевич. Прошу вас. Ну, вот ещё кто-то. Ай. А, Татьяна. Я же говорила, что это. А, Татьяна, Татьяна. Очень приятно. Так вот, мы заканчиваем разговор. И. Так. Ждёт. А вот ещё ждёт фильм. Ну, это получается как? Фильм-фильм. Так, я на эту фильм, который уже был, попрошу его разрезать. Ну, ещё раз говорю. Скиньтесь, граждане, по копеечке. Я имею в виду по рублю. Потому что уже есть фильм. Опыта ещё прибавилось. Можно ещё лучше фильм сделать. Ну, хотя бы тот уже порезать на части. Уже прошу это. По копеечке. Вот. Теперь, Антон Валерьевич, я вас прошу прислать ссылку. На свежую голову посмотрю, что я там наговорил. Вот. И всё. Прощаюсь до следующей субботы. Субботы. Продолжение следует...